футалки делают просто из зеленого бамбука зеленого цвета еще часы тоже зеленые зеленого то есть и даже я думаю что часа тоже нужно зеленого бамбука то есть это все все зависит прежде всего от сезона от вкуса хозяина и конечно же от школы тоже такой целый мир когда вы занимаетесь чайной церемонией вы просто оказываетесь хотите этого или не хотите постепенно оказываетесь можно сказать знатоками или по крайней мере всегда стремитесь узнавать постоянно что-то новое из керамики из этих вот из этой утвари вот учитесь создавать чабанат сегодня например я сделала чабанат вот с надеждой на то что скоро выпадет снег выбрала вот эти вот белые орхидеи чтобы у всех возникла ассоциация со снегом но в то же время видите да у этой спинеи листья остались это я хотела сказать что очень-очень как мы говорим позднее 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 в общем осенью задержалась и поэтому и сосна есть и голые ветки есть и листья есть удивительный сезон и я очень рада что у нас есть возможность перед новым годом перед началом нового цикла жизни у нас есть такая возможность пообщаться попить чай вместе если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте мы с удовольствием ответим по поводу чая там на коробке написано что на коробке написано скажите пожалуйста да это вот чигино Чигино, да, чигино-широ, да, вот, как это можно привезти на вкус, точно? Чигино-широ, это белизна тысячи сосен, да, белизна тысячи сосен, я просто попросила специально на вкус, для того, чтобы вы поняли, что сегодня для Ниваки мы даже чай выбрали такой, чтобы, поскольку мы знали, куда ехали, мы специально выбрали вот такой чай, чтобы, это достаточно дорогой чай, вот, считается, ну, высокого такого ранга, для показов таких, как раз для чай-чачи, для чайной церемонии, вот, у нас еще есть другой чай, потом можете попробовать, у нас есть еще, мы на всякий случай взяли чай дзюлюм, такой вот, он не такой церемониальный, не такой высокого класса, но тоже вкусный, и мы можем вам рассказать, где можно купить вот эти вот матча разных сортов в Москве, можно даже купить чесены, можно купить и даже чешаку, ну, то есть разные там чаваны, есть в Москве такое место, японский чайный дом называется, недалеко от метро, парк культуры, вот, и вы можете там купить эти чаи, можете туда приехать, там работает моя ученица, Елена-сан, и она для вас сделает чаи разного сорта, там не только матча продаются, там на самом деле очень много разных видов цэн-ча, очень много разных других видов из разных регионов Японии, но в основном из Уджи. Уджи это такой знаменитый район в Японии, вы знаете, регион вернее, где выращиваются самые лучшие сорта чая, особенно матча. Ну, сейчас, наверное, на этом я закончу, если у вас есть вопросы, а, самое главное забыла сказать, сегодня сладости у вас были, камелия, и эти сладости приготовила Элосон, вот вчера целый день готовила, видите, недаром слайд-шоу я выбрала Токунома, где был свиток с камелией, помните, да, и где Чабана тоже была с бутоном камелией. Таким образом, сегодня вы шли по тропе, по лоджи, где был один цветок камелией, давайте будем так считать, хорошо? Вот, и таким образом я хочу поблагодарить Элосон за... Вы не представляете себе, на самом деле, что такое приготовить богащие, эти сладости. Это целое искусство. Это достаточно сложно, это очень сложно. Элосон, расскажите, пожалуйста, кратко, из каких продуктов вы это сделали, и какая последовательность, это очень непросто. На самом деле, это очень долго. Да, это долго. Это очень трудоёмко. Потому что сначала ты вывариваешь определенного сорта бобы, в частности, белую фасоль для окрашенных сладостей. После этого с вываренной белой фасолью нужно проделать много манипуляций, для того, чтобы она превратилась в массу, подобную марцефану. Она делается в двух видах, с разными составляющими. Проваривается, пропаривается с сахарным сиропом. Это уходит день. Если не считать замачивание фасоли, очищение её. И, соответственно, внутри мы имеем мягкую начинку, и снаружи мы имеем более плотную массу, которая делает панцирь нашего изделия, как бы держит форму. Мы её окрашиваем пищевыми красителями. И уже, как правило, на другой день, потому что за один день ты просто нереально сделаешь, ты очень устаёшь. Мастера делают, соответственно, различные цветы, или какие-то символы, могут символы Нового года. Сейчас вот в Японии мышек делают таких смешных. Или какие-то абстрактные красивые вещи. На самом деле в Японии это целое искусство. И вот эти сладости, кащи, благащие, они настолько красивы, и ими занимаются целое поколение мастеров. И существуют специальные кондитерские, где продаются вот эти изделия, которые продаются даже не на вкус, а на их красоту. То есть это невероятные красоты, эстетические, такие маленькие произведения искусства, которые нужно учиться очень долго делать. Я на самом деле только, это первые шаги, и мои сладости ещё отличаются от высших по красоте, так скажем, изделий. Но, по крайней мере, я и очень старалась. Дело трудоёмкое, прямо скажем. Спасибо. Амельик там будет потрясающе. Очень красивый. И я уверена, что очень вкусный, потому что это уже не первый раз, когда Элла сам готовит в Агаши. Вот, и ещё были такие хризантемы, да? Вот, и были розового там цвета или жёлтого цвета. Это называется Хигаши. Хигаши готовится гораздо проще. Вот, Хигаши обычно, вот, это традиционные сладости, которые подаются перед чаем, перед лёгким чаем, летним чаем. И Хигаши готовятся эти тоже из японских ингредиентов. Основной ингредиент Хигаши в Японии, на самом деле, сахар, самый дорогой в мире сахар в Асанбон. Вот, но это очень дорогой сахар. Это из такого вот, специально из... Только в Японии выращивается вот в последнее время. Я не знаю, сейчас может и в Китае пробуют, может быть и в Тайване пробуют, но основные ингредиенты, это в Японии. В Асанбон из сахарного такого тростника местного, именно который в Азии. Дело в том, что этот сахар, он не такой сладкий. У него очень такой деликатный, изысканный вкус, и его таким... И он очень мелкий такой смес, радостный. И когда из него делают сладости, хорошо формируются. Дело в том, что эти формы, они бывают керамические или деревянные, и вот они набиваются этим басанбоном и потом вытряхиваются. Мы делаем то, что вот вы сегодня ели, это из керамических таких вот специальных есть, разные формы, вот. И мы делаем из специальной сахарной... Извини, не сахарной, а из специальной рисовой муки, которая называется комбайко, это только в Японии можно купить, опять же. И из японского сахара. Из нашего русского сахара не получается. То есть из него делать надо пудру, а русский сахар наш, то, что у нас в России продается, он очень сладкий. Вот. А в Японии сахар не такой сладкий. И вот эти красители, они тоже из натуральных ингредиентов и продаются в специальных таких магазинчиках, в отделах, не во всех в Японии. И они добавляются тоже в особой последовательности. И они тоже имеют такой вот сезонный характер. Вот. Мы решили сегодня вас угостить камелией и хризантемами, потому что камелия – это цветок собаки, который начинает свисти как раз зимой, а хризантема – поздней осени. Вот. У нас как раз такой переходный сезон от поздней осени к зиме. И вот поэтому были такие угощения. Если есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте.